Мы продолжаем. С нами на прямой связи наш специальный корреспондент ВГТРК Евгений Подобный. Бог войны! Жень, доброе утро. Доброе утро, Владимир. Доброе утро, Анна. Что происходит в Сирии? А то мы читаем, и, как-то часто бывает, не читайте с утра импортной прессы, жить не хочется. Что на самом деле, какое настроение, кто там нам джихад объявил, как нам относятся в Сирии, как там наши соколы? Ну, Владимир, здесь можно разделить события, которые происходят, что называется, при поддержке российских воздушно-космических сил и те события, которые, в общем, к которым здесь давно привыкли, это действия сирийской армии. Бессловно, сейчас характер войны, он меняется, но нельзя сказать, что меняется настолько быстро, как об этом часто пишут, особенно люди, которые занимаются аналитикой, ну, где-нибудь в Москве. Дело в том, что, действительно, ежедневно российская авиация наносит десятки ракетно-бомбовых ударов по ключевым точкам террористов, и делают это достаточно успешно, об этом можно судить и по данным объективного контроля. Сейчас российские специалисты, ну, что называется, снимают каждый удар с камеры беспилотника, и прекрасно видно, куда они попадают. Попадают достаточно точно. Бьют, в первую очередь, по объектам, которые делают группировку, террористическую группировку неким единым целым. Ну, то есть пытаются разрушить, что называется, возможность координировать действия отрядов боевиков. Ну, то есть пытаются их сделать именно отрядами, которые мало чем друг с другом связаны, уничтожают склады ГСМ, склады боеприпасов, уничтожают командные пункты. Причем уничтожают именно те объекты, которые сирийская армия уничтожить не может в силу отсутствия таких систем вооружения. Я объясню, что я имею в виду террористы здесь, в Сирии, причем очень давно, поняли, что если они будут взрываться в землю в прямом смысле, то им, в принципе, не страшна сирийская армия. А так вот они делают командные пункты под землей. Вы знаете, я сам своими глазами видел, как боевики буквально за один день, в общем, делают тоннель под землей, в который может зайти танк, ну или грузовик. Вот сирийцы с этим бороться не могли, ну или могли неэффективно, и сейчас российская авиация уничтожает именно такие сложные достаточно объекты. Вот накануне была уничтожена бронетехника исламского государства, так называемого. То есть здесь тоже сирийской армии крайне сложно действовать в силу того, что, вы знаете, от момента запроса авиационной поддержки сирийскими сухопутными войсками до момента нанесения удара сирийскими самолетами могло пройти более суток. И, конечно, за это время вместо дислокации боевиков она менялась. Что касается российской группировки, она действует куда мобильнее, куда быстрее. И вот это, конечно, серьезные изменения. Мы делаем большой материал для программы Евгения Попова, специальный корреспондент. И последние двух суток находились на передовой. Так вот, на моих глазах я видел, как боевики эвакуируют склад боепитания. То есть вывозят боеприпасы, делают это очень быстро. И, ну, образно говоря, поглядывают в небо, опасаются, что могут получить, в общем, ракетно-бомбовый удар сверху. Я не знаю, можно ли назвать это паникой, но такого здесь не было, потому что ранее они достаточно неохотно меняли место дислокации таких крупных стратегических своих объектов. В силу того, что просто не боялись, что, ну, что-то с ними может случиться. Жень, ну, очевидно, что... Вот это такая военная часть. Да, Жень, ну, вот если вы были на передовой, очевидно, что можно говорить о каком-то успехе, если авиационные удары будут идти, за ними в развитии пойдет сухопутная операция, и часть территории будет освобождена. Есть ли такое движение? И насколько соответствует действительности, что часть боевиков сдаёт оружие, часть бежит в Иорданию, и что там некая паника? Это действительно так. Но тут нужно разбираться, какие боевики сдаются, какие бегут в Иорданию. Разные группировки действуют, поэтому в каждом конкретном случае ему требуется пояснение. Давайте начнем с того, что сирийская армия впервые за долгое время начала системно подходить к боевым действиям. И, судя по всему, военно-начальники сирийские, в общем, всерьез задумались о том, чтобы выравнивать фронт, убирать различные котлы, которые сейчас действуют внутри территории, что контролируют правительственные силы. Слово «котлы» мы привыкли слышать еще на Донбассе. Но на самом деле здесь, в общем, с начала военного конфликта образовались котлы, например, у Холмса, где правительственные войска, просто физически у них не хватает сил вот это окружение замкнуть. А боевики пользуются подземными коммуникациями для того, чтобы там доставлять себе в окружение боепитание, продукты и прочее, прочее. В общем, сейчас, это то, что я увидел на передовой, идет активное насыщение ключевых группировок, насыщение, в первую очередь, техникой, личным составом, боеприпасами. Это происходит не только, ну, скажем, там, в направлении Хомс-Хама, да. Это происходит и у Пальмира, это происходит и на юге, это происходит и у голландских высот. То есть, сирийская армия готовится к какому-то системному действию, системной наступательной операции, это очевидно. Ранее, тут нужно пояснить, сирийцы, безусловно, наступали и одерживали какие-то тактические успехи, были оперативные успехи. В последнее время, еще до начала работы здесь военно-космических сил России, в Забадане было организовано наступление, которое, кстати, пока ничем не закончилось, то есть, боевики по-прежнему находятся. Активизировались боевые действия в Берризоре, это вообще город, который сирийские военные удерживают. Вот там они находятся, ну, фактически в котле, да, то есть, они находятся в полном окружении боевиков так называемого Исламского государства, но там действует крайне боевое подразделение, батальон боевой. Вот мы с бойцами этого батальона познакомились три года назад, и до сих пор, если составлять какой-то свой личный рейтинг боеспособности сирийских подразделений, то это, пожалуй, одно из самых боеспособных и бесстрашных подразделений сирийской армии. Также, если говорить о том, как реагируют боевики, а мы и смотрим, ну, что называется, их социальные сети, смотрим, что они снимают на камеры мобильного телефона, то здесь есть три основные реакции. Реакция первая, это, в общем, ситуация, когда они складывают оружие и сдаются правительственным войскам. Здесь надо понимать, что правительственные силы предлагают сдаться в рамках процесса национального примирения тем сирийцам, которые примкнули к отрядам боевиков, взяли в руки оружие и воевали против правительственных сил. Вот для таких людей действует эта программа, они могут выйти на блокпосты безоружными, либо договориться с военными о том, что они сдают оружие и приходят, собственно говоря, на территорию, которую контролирует армия. И этим людям обещана амнистия. Такие случаи были, причем последний массовый, совсем недавно, буквально 700 человек решили сдаться и выйти, так сказать, на территорию, которую контролирует армия. Здесь это называют вернуться в ООН Родины. Более того, такие люди очень часто воюют, потом продолжают воевать либо в силах национальной обороны, либо в армии уже против боевиков. И такие случаи тоже не единичные. Вот такие люди сдаются. Кто бежит в Орданию? Почему не только в Орданию, но и в Турцию? Опять же, вернусь к личному опыту. Вчера оказались буквально в 15 километрах от турецкой границы. И видят, как колонна радикалов направляется ровно в Турцию. То есть это действительно так. А где же турецкий пограничный контроль? Злая шутка. Я что-то об этом слышал, но вы знаете, на протяжении 40 километров, что мы видели границы с Турцией, я не видел ни одного пограничника на дороге. Но тоже одна любопытная деталь. На границе с Турцией, с турецкой стороны... Жень, Жень, обязательно эту любопытную деталь, но через несколько минут сразу после новостей не уходите далеко. Вы слышите Евгения Подубного, которым многократно гости моей передачи предлагали в высоких должностях, предлагали прислать к званию Героя России. Я абсолютно поддерживаю это предложение. Евгений лучший военный корреспондент всех времен и народов. И каждого репортаж это произведение искусства. Так что слушайте, потому что ради таких людей и журналистика. Так, Жень, продолжайте. Ну, собственно говоря, я рассказывал о том, что мы увидели своими глазами на турецкой границе, проехали достаточно серьезный участок. Такая любопытная деталь, я даже не буду давать оценку этому. То есть боевики контролируют полосу, ну где-то километров 40 в Сирии. Это горный ландшафт, с высотой хорошо просматривается, особенно в безоблачный день, когда хорошая видимость. Вот на турецкой части нет пограничников, но стоят системы радиоэлектронной борьбы, чем они там занимаются и в чьих интересах, в общем, не совсем ясно. И мимо этих систем благополучно ходят колонны боевиков. Да, поверить сложно, что рядом с Рэбами могут пройти люди, которые нежелательны на территории Турции, но невозможно. Более того, боевики, в общем, абсолютно спокойно поближе к турецкой территории, но на территории Сирии устанавливают свои ретрансляторы для того, чтобы пользоваться радиосвязью достаточно на больших территориях. И вот вместе с сирийскими военными удалось послушать радио Перехвата, что вообще о чем говорят боевики, на каких языках. Стало понятно, что большинство, это, конечно, люди из стран арабского мира, из сунницких стран. То есть Саудовская Аравия, Катар, Марокко. Причем очень много боевиков из Марокко, очень много лидеров различных отрядов из Марокко. Там же есть представители стран СНГ, которые говорят по-русски, безусловно, когда обмениваются сообщениями между собой. Причем, судя по акценту, это и чеченцы, и представители Дагестана, это представители Туркмении. Есть там люди, которые, в общем, говорят со среднеазиатским акцентом, ну, то есть такой большой террористический интернационал. Только сирийцев мало ли это. Ну, в разных районах по-разному. Есть места в центре страны, где сирийцев достаточно много. Тут тоже нужно смотреть исключительно на географию того, где действуют боевики, какие группировки там действуют. В общем, собственно говоря, Турция, по крайней мере, это мое впечатление от того, что я видел на границе, не предпринимает никаких действий для того, чтобы блокировать потоки боевиков, для того, чтобы не давать им уходить в Турцию. Они же, понимаете, тактика действовала достаточно давно, то есть как только сирийские самолеты начинали наносить удары по позициям боевиков у турецкой границы, а боевики либо убегали в Турцию, ну, и, что называется, оттуда ехидно улыбались, если бы они были, ну, давайте попробуйте сюда залететь, либо пользовались, ну, неприкрытой поддержкой средств ПВО Турции. Такое тоже случалось. Что касается нетурецкой границы, тут еще одна важная деталь, тоже идет много новостей, которые проходят, ну, что называется, мимо российской аудитории, в силу того, что это арабский язык, и достаточно такой слабый, и начали действовать вместе. Тут, знаете, как говорят, а теперь как разобрать, кто ИГИЛ, кто НУСР, кто Джейшель-Ислам, в общем, крайне сложно, поэтому это к вопросу об умеренной, не очень умеренной, совсем умеренной вооруженной оппозиции. То есть сейчас происходят такие процессы консолидации среди различных исламистов, ну, то есть здесь же в основном действуют, в любом случае, сунницкие группировки, салафитские группировки, я пока не встречал здесь влиятельную группировку, которая бы заявила, что мы абсолютно светские боевики, которые воюют, ну, за какие-то политические свои цели. Нет, в первую очередь, платформа-то, она исламистская, не исламская, исламистская, да, и, в общем, уже на эту платформу навешаны различные политические требования, либо отсутствие, как таковых, там, светкополитических требований, как, например, у боевиков исламского государства. И еще одна важная деталь, вот что касается радиообмена. Тревожность сообщения, она значительно выросла, конечно, после... ...изведенной американскими военно-воздушными силами. Да, американскими военными, да. Когда об этом стало известно в момент атаки, здесь же было, ну, крайне любопытно за этим наблюдать, когда еще не начались авиационные удары российской группировки, но уже в социальных сетях, особенно в арабской, в арабском сегменте, например, Твиттера или Фейсбука, просто потоком пошли пропагандистские заявления о том, что российские летчики убивают, значит, мирных жителей, появились фотографии двухлетней, трехлетней давности, причем даже там какие-то арабские блогеры, которые, ну, специализируются на этом, на поиске фейков, находили ссылки, там, фотографии, которые были сделаны в Турции, например, после каких-то терактов, либо в Ираке после каких-то терактов. Фотографии сейчас представляются как некие доказательства, значит, подобных историй в Сирии. Здесь еще раз стоит подчеркнуть, что сейчас удары российских воздушно-космических сил фиксируются средствами объективного контроля, чего, ну, в России, по крайней мере, раньше, наверное, не видел никто, и, согласитесь, каждый день появляется именно видео доказательства того, какие объекты уничтожаются российской авиацией. Еще один важный момент. Например, сами боевики, люди достаточно тщеславные, они очень любят снимать друг друга, снимать, что вокруг происходит, и после уничтожения, например, бронетехники террористов исламского государства, буквально через несколько часов в Ютьюбе появилось видео, как ходят радикалы, очень расстроенно снимают на мобильный телефон то, что осталось от расположения бронетранспортеров, боевых машин пехоты, танков. Судя по комментариям, они очень расстроены, говорят, что это сделали русские. Ну, в общем, реакция такая, два часа. Вот, собственно, после сообщений о погибших гражданских в интернете не появилось там ни одного актуального видео, даже любительского, которое бы эти сообщения подтверждало. Вот, рассматривая комплекс мер, вот комплекс этих обстоятельств, стоит сказать, что это исключительно пропагандистская работа, которая построена и у боевиков, и у региональных держав, которые боевиков поддерживают, ну, здорово. И, знаете, когда на протяжении последних четырех лет, вот, например, из Башара Асада в сознании арабского мира пытались вылепить диктатора, вот, было примерно то же самое. То есть, это какие-то коллажи, это какие-то, ну, мотиваторы, демотиваторы, да, где просто Асад представлялся таким тираном и кровавым диктатором, да. Вот, как только Совет Федерации дал разрешение на использование российских самолетов за рубежом, вот, эта машина пропагандистская, она ровно стала работать в этом же направлении против России. Вы знаете, даже не у самых больших группировок, у них созданы медиа-центры, которые иногда связаны официально с этими группировками, иногда вообще не поймешь, кто у них учредитель, которые действуют именно в этом направлении, ну, что называется, пытаются убедить людей в том, что вот так-то так и выглядит этот мир, безусловно, не так, это исключительно пропаганда, такая обычная военная пропаганда. Спасибо большое. Вы слышали нашего замечательного специального корреспондента, военного корреспондента ВГТРК, Евгения Поддубнова. Напоминаю, что Евгения с коллегами подготовили репортаж, который вы увидите и сможете послушать обсуждение в специальном корреспонденте, программу, которую ведет Евгений Попов. Не пропустите, холдинг ВГТРК всегда первый по новостям и общественно-политическим программам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!